Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Это была какая-то магия Магия всей команды, тренера, игроков Которые дотерпели, додержали Достояли И там блистал Акинфеев просто Что он сделал на серии пенальти Да, я действительно был в фан-зоне На Воробьевых И каждый, в принципе, там Отбитый или гол На пенальти встречался просто Таким взрывом просто Эмоций, и вот люди, ну не знаю Сходили с ума там просто Да что там фан-зона, я вам говорю, в кафешку зашла за кофе А там просто прям, оооо, Россия И те, те взрослые Валерия зашла как раз в тот момент Когда Акинфеев отбивал Последний пенальти, когда он отбил И все такие, оооо И я почувствовала, что я к чему-то вообще Совершенно великому прикоснулась И что-то совершенно снохсшибательное произошло Ты знаешь, многие вернулись на 10 лет назад, когда мы Голландию обыграли. Тогда, в принципе, чуть больше от нас ожиданий было. Сейчас, потому что, особенно после Уругвая, так себе было. Но это Евро было, да? Да, да, да. А еще ведь говорили, что мы не в самом лучшем составе. И там вот уже стареньких набрали. У нас нет двух центральных защитников. В первую очередь нету Дениса Глушакова, который наверняка помог бы. Он в плохой форме, к сожалению, казалось. Форвардов всего два. Дзюба и Смолов. Смолов вышел во втором тайме и очень плохо сыграл. В отличие от Дзюба, который пенальти забил и очень классно боролся. Ой, там же еще был такой момент, когда Дзюба забивал пенальти, и тренер просто отвернулся, потому что не хватило у него сил душа. Слушай, да, кстати, все заметили. Видимо, настолько все было на нервах у Черчесова, что просто... Ну, конечно, мать жизни для всей сборной. И я наблюдал с самого утра, как триколоры так покрывали Москву. И, в принципе, вся страна была у экранов. Я не знаю, какие доли там на телеках были. Просто астрономические, мне кажется. Слушайте, ну, еще я хотела сказать по поводу самого тренера. Сейчас же, знаете, ну, всем не массы лепят. И говорят, вот, ты самый эмоциональный тренер. В начале матча, значит, лицо, и в конце матча, когда победа, тоже самое лицо. Но мне кажется, за этим скрывается столько вообще душевных переживаний. Как вы думаете, он сам ожидал, он сам понимал, что это возможно, что они это сделают, и что, ну, так прям футбольная революция в стране. Ну, во-первых, он осетин, в первую очередь, да, кавказский человек, и поэтому, действительно, эмоции там просто разрывают. Из-за этого были конфликты с некоторыми игроками. А что касается ожиданий, ну, здесь было просто нечего терять. Вот, либо проходим, либо нет. То есть вылет от Испании, ну, это вполне нормально. В одной восьмой, завершение и так далее. И, честно говоря, нам было бы меньше работать. Нельзя так говорить. Слушай, ну, там, по-моему, на пресс-конференции Черчесов сам... И мы же задали вопрос, почему у вас было такое каменное лицо, когда уже все, да, когда все начали орать, и вот все, мы победители. А Кенфеев отбил гол, он сказал, что эмоции были, но впереди еще у нас все продолжается, поэтому эмоции надо беречь, сказал он. Ну, конечно, все равно неделя осталась до матча с Хорватией, но, тем не менее, сейчас вот начинается самое главное. Потому что хорваты, в принципе, не слабее испанцев, и нужно подготовить команду. Слушайте, ну, давайте, вот у нас остается 15 секунд, подытожим. Впервые за сколько лет мы вообще так далеко зашли? 23, да? Ну, на самом деле, да. Или как-то так? Неужели я больше вас знаю? У нас небольшой перерыв прямо сейчас, мы как раз посчитаем, и точную, вернее, точные цифры озвучим совсем скоро. Это на стране о спорте, будьте здесь. Слушайте, тут говорят, люди тату себе делают на лице, что Игорь, Игорь делают, футбол Игорь, понимаете? Кто-то из музыкантов, по-моему, да? Это Кила, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас ходят слухи, якобы, там, нарисовал, не знаю, непонятно. И ходят слухи, что даже девочек про дом Игорем называют. Не, ну, конечно. Тот же Текила, по-моему, выступал на фан-зоне на Воробьевых, и прямо после матча вот действительно себе забил что-то, то ли лицо, то ли что-то еще. Ну, отличный пиар-худ, по-моему. Ну, там его после матча и Марадона забил. Официально, давайте про Марадону. Слушай, расскажи, Жень, ты же за ним гонялся, хотел его поймать. Ну, да, меня отправили сторожить его в гостиницу. Правда, ошиблись, ошиблись. Я был у Лота, а он в Рейдисон, Украина, поехал. Вот, но я просматривал Твиттер, в общем, следил за его передвижениями, как, что. Он, конечно, печальная история, но так и не дождался. Слушай, мне кажется, если бы вы встретились, ну, общение у вас бы не сложилось. Ну, ты бы его не понял, а он бы тебя. На самом деле, я проконсультировался уже со своими латиноамериканскими коллегами, как нужно действовать, то есть, какие слова говорить обязательно. Я был готов и во всеоружии. То есть, там прям тактика есть. Ну, конечно. Слушай, я хотел тебя спросить вот о чем. Про Марадону все-таки, да, поскольку гениальный футболист и знаковая фигура для мирового футбола. Вообще всех времен народов, да, что называется. Чего это он? Кроме шуток. Ну, действительно, давайте шутки в сторону. Вот, правда, что с человеком произошло? Ну, мы же все понимаем, да, в коммунном состоянии был. Ну, неподтвержденные данные, но кто смотрит все это, в Ютубе можно найти. Да, видно, конечно, что человек там переборщил кое с чем. Но человек отрывается. Вот в первую очередь. Он каждые четыре года приезжает на чемпионаты мира и отрывается. У него контракт с FIFA, и как бы ему платят там по... Ну, хорошие деньги за каждую. Уже не платят. Уже не платят, да, разорвали контракт после этого случая в Петербурге. Вот, но посмотрим, что будет дальше. Он при этом вошел в руководство Брестского «Динаво». Увидим, сколько раз он появится еще в Белоруссии, в Бресте. Если появится. Ну, да. Может быть, один раз и все. А каждое его появление – это фееричное такое представление. Так что будем следить. Тем не менее, фигура знаковая. Абсолютно, конечно. Слушай, ну, сегодня мы будем прыгать так вот вокруг футбола, но по теме я хотел спросить еще, знаешь, о чем? По поводу Черчесова. Ведь многие люди... Ну, хорошо, была категория людей, которые говорили, что Черчесов-то... Это как бы не совсем тот тренер, который нам сейчас нужен. Я до сих пор так думаю, честно говоря. А почему? Вот объясни, пожалуйста. Ну, есть же цифры, да, есть результат. Ему повезло в первую очередь, потому что команда сверхмотивированная. И здесь будет условный там хидинг, даже условный слуцкий. Команда играла бы интереснее. Может быть, так же. И прошла бы абсолютно туда же. Саудовскую Аравию, Египет мы обыграли, ну, по большому счету, на том же... На той же мотивации. И как бы победа над испанцами чисто воды мотивация. То есть, достояли, додержали. Тут не победа на классе. Сборная, но не то, чтобы там играет. Так, я прошу прощения. С одной стороны, конечно, мотивация. Мы на мотивации много всего выигрывали, но... Мы даже не знали, что они так играть умеют. Мы даже не знали, что у них ножки, ручки так выворачиваются, что они так по мячу умеют попадать. Поэтому мотивация, мотивация. Я думаю, что тут имеет... Я, простите меня, мое дилетантское мнение о футболе. Я не могу просто промолчать. Но очень важно, что эти люди всю жизнь шли к этому матчу. Они с детства там на морозе минус 20 градусов, плюс 40 градусов. Они бегали, бегали, тренировались. И вот они к этому пришли. Просто у них появилась возможность себя проявить. Но в первую очередь это... У нас сегодня мини-бенефисы. В первую очередь это чемпионат мира в России. Вот в России и вот как бы дальше, позади Москва. Никак не отступать-то уже. Просто продолжая тему по поводу... Три секунды остается буквально коротенько. По поводу Черчесова, да? И ведь теперь же люди говорят, а зачем вообще платили такие бешеные бабки Капелли, например, да? Он же был одним из самых вообще... Капелла, кстати, говорил, что нужно играть именно так, как с Черчесов. Вот мы подняли вот просто старый интервью. Слушай, но он говорил, а в итоге ничего не получилось. В итоге Черчесов по его схемам сыграл. Молодец. Молодец. Самое главное, что все уплочено, понимаете? Доказательства нет, что это его схемы были. Друзья, продолжим скоро. О, про любовь, кстати, я хотела сказать. Если до этого девчонки были влюблены в Роналду и в Месси, ну я вот все время, мне нравился Роналду, так теперь я на наших переключаюсь, потому что вот куда я не смотрю, все мои подружки в Инстаграме все вот хотят замуж за детей. Но еще в иностранных фанатах, которых в Москве сейчас очень много. А, влюбляются в смысле? Ну, конечно. Ну, нет, там, знаете, там противоречивая информация поступает. Говорят, девушки разочарованы. Я хотел подтвердить то, что Лера сейчас сказал. Во дворе пацаны играет в футбол, бесконечно играет в футбол. Сейчас особенно, да, там вдвойне, втройне. И если буквально две недели назад это были Месси, Роналду, то сейчас это Акинфеев. Вот. Это Дзюба. Вот. Главин. Да, 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 абсолютно. Слушай, я хотел вернуться, Жень, к фаворитам. Хотел сказать к нашим, на самом деле не к нашим фаворитам. Ну, это же чемпионат, который уже поломал все шаблоны, которые до этого существовали. Что с ним произошло? Почему вообще? Ну, начнем там. Сборная Египта не самая великая сборная, но там Салах, да? Им пугали очень долго. В итоге его практически, ну, не было видно совсем. Но тут есть тенденция. Просто сборная, где все сконцентрировано вокруг одной звезды, Салаха, Роналду, Месси, ну, вылетают довольно быстро. И это тенденция во всем мировом футболе такая. И в клубном, и в сборной. Слушай, ну, в Испании нет такой одной звезды. Конечно. Да, а тоже вот что получилось? Ну, они в плей-офф вышли в любом случае. Это воздух бронец на них. Воздух бронец Аргентины. Кстати, а вот, подождите. Месси покинул ноги раньше. Можно, да, можно прям вот мы про Месси? Что там случилось? Он совсем переругался? Не, на самом деле там тренер очень глупый. Вот, но вы видели, как он ведет себя как фанат какой-то. Вот такой лысый. Слушай, он похож на Мефиози. Да, да. Как Акутузов, да. Наркобарон реально. Ну, вот такой весь, да. На самом деле очень беда сейчас в аргентинском футболе именно с кадрами. Хотя вот четыре аргентинцы тренируют команды на чемпионате мира, но нормального себе они оставить не смогли. Именно он внес какой-то раскол в сборную. Понятно, что Месси там уже давно исполняет обязанности главного тренера. И из-за него не берут там игроков на чемпионат мира, которые могли бы там. И Карди, например, из Интера очень здорово выглядел. Но именно это внесло какой-то раскол коллектив. Ну, это же неправильная ситуация. Конечно, нет. Потому что тренер должен решать, да, когда решает. Даже пусть такая звезда, как Месси, но сегодня что-то пошло не так уже. Ну, поэтому и Аргентина не играет уже на чемпионате мира. Уругвай ведь, правда, мне кажется, они набираются с каждым матчем. Ну, это одна из самых эффективных команд. Пропустили первый гол только в одной восьмой вот недавно. И то от Португалии. В принципе, мне кажется, в четверку войдут. Потому что Суарес, когда перестал кусаться, он стал... Если не забивает, то делает фантастические передачи совершенно голевые. Ну, там впереди у них с Ковани просто великолепная связка. Просто они... Химия налажена просто на высшем уровне. Ковани сейчас получил микроповреждение. Очень надеемся, что он восстановится к четвертьфиналу с Францией. Ну, и как-то более-менее трехцветным будет противостоять нормально. Слушайте, я хотела спросить по поводу вот дефицита кадров. А сейчас весь мир посмотрит, скажет, слушайте, надо Черчесова переманивать. Он же совершил чудо. Не бросит он нас? Ну, это неплохое развитие событий, на самом деле. Во-первых, там неустойко заплатить. Ты все-таки мечтаешь о том, да, чтобы у нас был другой тренер. У нас достаточно тренеров. Тот же Слуцкий вполне может вернуться в сборную. По тренерам сейчас Свитес. Был у него опыт в хале. Почему нет? Слушайте, а я считаю, что вот все, что хорошо работает, не надо трогать. Но вот они, у них там была долгая притирка. Они долго находили общий язык. Они его нашли. Мотивировал ли он их или там запугивал, не знаю, не берусь судить. Но это же сработало. И это продолжает работать. И мы будем болеть, и это еще сработает. Меня, Жень, по поводу тренера, знаешь, что напрягло? В перерывах между футболом показывают рекламу, где снимается ГУС. И что-то я как-то подумал. А он, кстати, на базу заезжал. Может быть, это тонкий намек? Не так давно, где-то за 2-3 дня до матча с Испанией он заезжал на базу. Ну, в принципе, они такое очень юморное интервью дали на пару с Черчесовым. ГУС говорит по-английски, а Черчесов его там переводил. Ну, правда, все понимают, что ГУС говорит по-английски, а Черчесов там это перевирал так и так далее. Ну, в общем, очень забавно получилось. А за день на матч Мутко приехал. Вот, что-то очень долго ребятам рассказывал в центральном круге. И после этого поаплодировали. Наверное, премиальное обсуждение. Нет, ключевые слова Мутко рассказывал долго. И промщи из Харти. Мало говоря, да, ну это естественно. Друзья, прервемся. Это «Страна о спорте» скоро продолжим. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют. «Стране о спорте». Лайф. Никаких красивых слов пустых, только наполненные слова в гостях не получилось. В гостях у нас корреспондент издательского дома Спортэкспресс Евгений Плаусов. Я почему быстро так говорю? Футбол накрыл тебе, Валерий. Футбол меня накрыл, это само собой. Мы начали так хорошо, мы про футбол поговорили. А вот про самих болельщиков, которые на Никольской, что происходило этой ночью? Говорят, что ночь была, на работу не вышло больше людей, чем если бы это было с 31 на 1. Люди так отмечали, что потом прям на больничный ушли дня на 3. Мне больше всего понравились люди, которые карабкались на фонари. Где-то 5 или 6, наверное, человек, ну, все-таки долезли до самого верха и прокричали «Россия, Россия!». Инфеев и так далее. Ну, это, конечно, вообще мощь какая-то. Слушай, ну, самое приятное, что действительно огромное количество людей на Никольской вообще в центре города, и не только в центре, но действительно огромное количество людей. И все веселенькие, естественно, да, но вот таких эксцессов, насколько я знаю, не было. Все доброжелательные, да. Значит, все достаточно мирно, спокойно. Ну, Росгвардия нормально оцепела. Я видел уже где-то в районе 4-5 утра, там было несколько инцидентов, но они очень быстро локализировались. Слушай, ну, прям вот фу-фу-фу и постучать по дереву, потому что все проходит у нас без происшествий, все очень хорошо. А я хотел спросить, вы к самим-то нашим героям доступ имели, вы их спросили, какое чувство они вообще испытывают? Это ведь для них тоже неведомое некое чувство. Сегодня первая тренировка, на самом деле, была, если мы про футболистов говорим. Про футболистов, естественно, да. Вот, мои коллеги наверняка пообщались, что-то написали парни в соцсетях, что-то после матча, но после матча эмоций-то не было уже, что на поле все оставили. Вот, ну что скажут, но я думаю, что это что-то сравнит тому, что там сделали, опять же, 10 лет назад, да, победа над Голландией, когда хоккеисты выиграли Олимпиаду, выиграли чемпионат мира после 15 лет, простое. Ну вот это непередаваемо просто. Расскажи, пожалуйста, ты же на поезде ездил еще. О, да. Вот это вот. Ну, может быть, не все нам рассказываешь, что там происходило, хотя бы частично как-то. Нет, ну, вагон-ресторан, например, превратился в... И жизнь такой, да мне тогда нечем рассказать. В одном случае в такой тунисский, африканский бар, а в другом такой английский паб, когда мы в Калининград ездили уже на матч Бельгии-Англии. Очень было интересно наблюдать за иностранцами в наших поездах со всеми этими подстаканниками, да. Они там селфи все вот в этом зеркале запилили, да. Самое грустное, что не выпускали. Просто не выпускали, без остановок поезда двигаются. Ну, чтобы никто не потерялся, не вышел, не забылся. Ну, в том числе, да, да, именно для этого. Они потом будут говорить о режимном объекте, нас не выпускали. Но установка была мирная вообще, веселая, без... Ну, да, единственное, я слышал, что где-то под Ельцом британский фанат, ну, что-то очумел, и сначала разбил стекло, после этого откуда-то достал ствол и что-то пытался расстрелить. Ну, все, все быстро, его ссадили в поезда, с поезда, ну, нормально все. Хороший заголок для «Желтой газеты», где-то под Ельцом британский фанат, а дальше можно не писать уже просто. Слушай, ну, ничего, ну, вот бывают везде свои, так сказать, представители. А мне понравилось видео, которое вот в соцсети публикуют два фаната, не помню чьих, но они так замечательно спали на газоне с сумочкой там все, и приходит милиция нежно, их так разбудила, вставайте, вставайте, проводила до номера, и все очень нежно. Вот бабушка родная бы так о них не поговорила. Кстати, могу порекомендовать один газон рядом с метро «Красные ворота». Спал там тоже. Во время этой ночи бурной мы дошли до туда и уже искали, где бы поесть. Такой великолепный газон, и его, видимо, так берегут очень. Я прилег, и просто, ну, вот как будто... И понял, что берегли для тебя. Небо под устырлицем, вот это вот толстовское такое. Фанатское крещение, понимаете? Давайте, друзья, прервемся. Евгений Белоусов у нас гостя, корреспондент из Дальского дома «Спортэкспресс». «Спортэкспресс», и давай поговорим вот буквально через три минуточки о сегодняшних матчах. Хорошо. Да? Окей, договорились. Евгений Белоусов у нас гостя, корреспондент из Дальского дома «Спортэкспресс». Жень, ну вот до перерыва мы хотели поговорить о сегодняшнем дне. Сегодня же последние, как сказать, одни восьмые? Ну да. Последние матчи в одной, одни восьмой. Первый рамп плыв. Да, да, да. Сегодня Швеция, Швейцария и Англия, Колумбия. Да, да. Второй матч просто огненный будет. А вот Швеция и Швейцария, мне кажется, такие интеллигенты. Я надеюсь, британцы поедут домой после этого, потому что колумбийская сборная просто великолепна. Хамес Родригес должен зарешать. Ну ты думаешь, как? Ну понятно, что прогноз это. 2-1. Колумбия, да. Без дополнительного времени, без пенальти. Да, абсолютно. Абсолютно. Ну англичане действительно трусы на этом чемпионате. Выставили второй состав на матч с Бельгией. Не пустили Харри Кейна, чтобы он, не дай бог, не получил какую-то травму. А во сколько они, говорят, в 5 или в 9? По-моему, второй матч. В 9, да. В 11 я тебе напишу. Хорошо, хорошо. Что-то они так осторожны чуют, что могут вообще продавать тебя. А про Швецию и Швейцарию, я говорю, там самые вообще интеллигентные фанаты. Они же как-то организованно ходят, что-то там поют, кричат. Нижегородцы с тобой не согласились бы, на самом деле. А что там было? Они все запасы пива там, в общем-то, из... Ого, отобрали у нижегородцев. Да, 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 да. Потому что, ну, пиво по 50 рублей для шведов. Но мне кажется, это вообще просто... Слушайте, а вот этот видос, который выкладывали-то, когда полиция подошла к двум шведским, между прочим, видел, да? Которые спали. Спали. Они всю ночь спали на газонах. Вот, я же про них рассказывала в прошлом выходе, Кутузыч. Сегодня уже? Да, только что, буквально. Валерий, во-первых, у вас слишком много времени прошло, во-вторых, мне уже немало лет, я могу не помнить просто об этом. Ну, в общем, насчет второго матча, я думаю, что там будет ничья в основное время. Потому что, ну, такой закрытый футбол будет. Швеция-Швейцария, ты имеешь в виду. По-моему, в субботу. Ну, мы играем в субботу. В субботу, шестое-седьмое, если не ошибаюсь, да. Вот. Поэтому, да, наши с хорватами играют в субботу, Франция с Уругваем в пятницу и так дальше по графику. Ты вот мне сейчас сказал, извини, Лер, мне стало так стыдно, но я тебя все время перебиваю, никогда не извиняюсь. Так вот, продолжим в том же духе. По поводу болельщиков, я слышала кусочек разговора в метро, моего инглиша, он у меня очень плох, но мне хватило, чтобы понять. Они говорили, как тут все дешево, тут все так дешево, и транспорт дешевый, и там покушать дешево. Но это они просто не заходили в те кафешки, где там двойные цены им заломили. Отклик вообще от туристов, от фанатов. Что им больше всего понравилось от организации Чемпионата мира 2018? Ну, я думаю, что еда, девушки, футбол, что же еще там? Ну, а вот, так вот сказать, поразиться именно организационным моментом. Да это все нормально, все на уровне, потому что на мероприятиях FIFA такое. Ну, такой стандарт, что его как бы невозможно испортить, потому что страна все-таки готовилась к этому, сколько, 8 лет, да? 8 лет мы готовились. Или 10, ну что-то такое. Слушай, ну вот объективно, если говорить, действительно получилось круто. Понятно, что пока еще не закончилось, но и стадионы были недостроены. И Самара, и Калининград, и Трава-Нитай, и газон, и крышу не сделали. В итоге все работает. Вопрос в другом, что теперь делать с этими большими объектами, особенно в небольших городах. Ну, зачем ты так далеко загадываешь? Хорошо, не буду, Валерий, продолжайте, пожалуйста. Нет, ну а что, подожди, сейчас еще отыграют, потом, значит, у нас будет столица мирового футбола. У нас будут приезжать, так сказать, арендовать все эти стадионы, чтобы дышать вот этим целебным воздухом, чтобы вот не отсюда... Валерий, Антон сообщает, что мы можем уйти раньше, я думаю, что сейчас хороший момент для того, чтобы это сделать. Да, мы уходим раньше, а позже вернемся. Ой, не могу промолчать сейчас, только что мне попалось в ленте, что вот эти вот три персонажа, которые там беляши кушали очень вот в кокошниках, они сказали... Хот-доги, да. Хот-доги, да. Хот-доги, да. А как будто беляши, прям как будто боком прям о них так точили. Вот они сказали, что, значит, если мы, ну, с нашей сборной, как будто бы мы все убедим хорватов, то они возьмут и похудеют. Ну да, я при этом присутствовал, мы вчера тоже снимали их, отличные ребята, там, муж, жена и племянник их, вот, просто зажигательные, юморные. Слушай, как они это назвали как-то? Да, заедака, запивака и заживака. Вот тут сложно не ошибиться, главное не ошибиться, потому что есть еще некоторые слова, которые нельзя произносить. Слушай, ну смотрите, вот они символы, самопровозглашенные, можно сказать, и, по-моему, где-то граффити даже, граффити с ними появилось. На каком-то московском гараже, да, я сегодня видел в соцсетях. Вот так хайпанули, ребята, так хайпанули, молодцы. Жень, я предлагаю пробежаться каратенечко по четверть финалу, давай прям вот помачим Уругвай и Франция у нас в пятницу. Я думаю, что французы в первую очередь. Ну, французы сильные прям, очень сильно, да? Конечно, конечно. Я за Уругвай буду болеть все-таки. Далее, Бразилия и Бельгия у нас будет. Бразилия, да? Я надеюсь, что бельгийцы все-таки выстрелят и выбьют пентакомпионов. Это будет отличная история и вполне по силам, учитывая, как они камбэкнули вчера с японцев. То есть Бразилия, а нет, Бельгия, Бельгия, да. Бельгия-то все-таки. Мы-то такие слегка-эксперты, футбольные великие, конечно. Я Бразилию не верю, честно говоря, просто. Почему? Даже после вчерашнего, нет. Они же красавцы. Да, но плачущий Неймар там как-то неубедительно вообще. Так испанцы тоже плакали, я говорю, у них такие отношения. Ну и вылетели, в общем-то. Нет, они потом плакали и жалели друг друга, у них были обнимашки, очень мило все это. Так, четвертый финал, еще одна пара определится сегодня, да, у нас не определилась, но по поводу России и Хорватии мы, собственно, же поговорим. Вы лицем? Нет! Ну зачем? Ну зачем? Зачем ты так с нами сейчас, а? Нет, 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 вы всего этого не слышали, это неправда, мы пройдем дальше. Мы сейчас совершим вообще чудо, исторический прорыв, мы станем футбольной столицей мира. К нам вообще другой человек должен был прийти. Ну бракованный какой-то прорыв, да, прорыв. А между прочим, вот японцы вот этого осьминога, который неправильно предсказывал, они усеялись сегодня. Ясно, меня, видимо, тоже это очень ждет. Слушай, Жень, ну конечно, это все шутки, скажи, но если вот смотри, если по поводу Хорватии и России, это все-таки главное событие, которое будет уже в субботу, да, в следующую. Если мы вот так же включим игру от обороны, собственно, как мы играли позавчера. Единственный шанс наш, на самом деле. Мне кажется, испанцы просто, они хотели поиграть. Другое дело, что хорваты будут к этому готовы и уже что-то новое придумывают. Даже по сравнению с тем, что они в одной восьмой показали. Можем ли мы им как-то помешать? Да. Ну конечно, там, как-то отравить сборную и так далее. Да ну что вы! Всего лишь две или три осталось, да, чтобы нам Кубок Мира получить, как бы. Ну нет, мы так делать не будем, ни в коем случае не расскажем. Но мы бы не надеемся, что они не внуки будут. Ну там, мы по лайтвершин. Ну они будут не такими мотивированы, как наши, это в любом случае. Даже, ну хоть матч пройдет в Сочи, а не в Лужниках. Слушай, ну ладно, давай все-таки золотую середину будем делать прогнозы. Нитья! Пусть будет ничья, потом дополнительное время ничья. И мы выиграем! И пенальти пусть будет таким же, как вот мы с эсканцами. Но Игорь Конфеев пока не проигрывал серии пенальти, поэтому что уж. Это прекрасный, кстати, прекрасный прогноз. Удачи нашим ребятам еще раз. Ну что, заканчиваем, друзья. Будем ждать пятницы. В субботу будем играть, конечно, в 9 часов вечера. У нас в гостях сегодня был корреспондент из Дательского дома «Спортэкспресс» Евгений Белоусов. Жень, большое тебе спасибо. Не только за информативность, но и за чувство юмора. С удовольствием сегодня с тобой похохотали, пообщались. И по делу, и просто весело. Приходи к нам еще. Все, друзья, с вами до завтра. Прощаемся. Валерия Майорова. И Влад Кутузов. Пока-пока. Стране о спорте. Лайф.